За полгода набралась полная коробочка лекарств, дышанным балайзером, ну еще и в холодильнике у нас на некоторые лекарства. На лекарства для дочери Татьяна Кривогузова потратила порядка 8 тысяч рублей. За эту зиму маленькая Кира болеет уже в третий раз. Началось все еще в середине декабря. Изначально мы вызывали, пошли сами к врачу, в детскую поликлинику, назначили лечение, пролечились. Лечение только мне помогло, и 1 января мы попали в больницу. Пролежали, пролечились, выписались. Нормально все, выздоровели. Проходит пару дней, пришлось опять идти в поликлинику. Опять начался кашель, опять прописали лечение, пролечились, все. Вот буквально прошлую пятницу нас выписали со справочкой, в воскресенье опять началось у нас вот кашель и все остальное. Татьяна говорит, рада, что сейчас болезнь протекает без температуры. Мама продолжает лечение и строго следует рекомендациям врачей. А маленькая Кира переносит болезнь со спартанской стойкостью. Как Кира чихает? Вот так вот. Между тем, в Амурском управлении Роспотребнадзора рассказывают, в настоящее время уровень заболеваемости ОРВИ не превышает эпидемических порогов. Заболеваемость определяют вирусы негриппозной теологии – парагриппа, адена и РС-вирусы. Есть также один подтвержденный случай гриппа. Стоит отметить, что традиционно с конца января до конца февраля отмечается увеличение числа заболевших вирусными заболеваниями. Наиболее активные темпы прироста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями отмечаются в городе Благовещенске, городе Белогорске и Зейском районе. На указанных административных территориях внеочередными заседаниями санитарной противоэпидемической комиссией введен комплекс дополнительных противоэпидемических мероприятий. В ведомстве также постоянно напоминают амурчанам о мерах профилактики простудных заболеваний. На сайте управления даже размещен специальный плакат с кратким описанием действенных способов. Не допускайте своих детей в образовательные утверждения с признаками инфекционных заболеваний. Не занимайтесь самым лечением. Оставайтесь дома и вызовите на дом врача. В местах массового скопления людей старайтесь надевать медицинские маски. Между тем, по-настоящему широкий спектр мер профилактики против острых респираторных заболеваний используют в детских садах и школах при Амурье. В шестом лице, например, рассказали, к простудному сезону готовились заранее и начали с прививок против гриппа. Ставится вакцинация ежегодно четвертой поликлиникой. В прошлом году она была поставлена всем ученикам сентябрь-октябрь. В каждом кабинете установлены бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Есть открытого и закрытого типа. В графике учителя обязательно отмечают, когда включали и выключали устройства. Аппараты установлены и в коридорах. Также в школе проводят проветривание помещений, а влажную уборку только с использованием дезинфицирующих средств. С учениками проводят беседы по профилактике простуды и гриппа. Кстати, школьникам рекомендовали носить маски на переменах. Но многие ученики средства защиты не снимают и во время уроков. В профилактике ОРЗ подключили даже школьную столовую. В чай кладут лимона, в кисели и компоты добавляют аскорбиновую кислоту. Ее специально закупают в виде порошка. Также готовят для детей компоты из шиповника, брусники, смородины. Как итог, всех профилактических мероприятий, говорят в лице, число заболевших школьников минимально. Кстати, озадачиться профилактикой гриппа и простуды стоит и взрослым. Жекелина Орлова, например, уже много лет закаляется. Говорит, началось все еще в детстве. Но более плотно закалкой стала заниматься более 20 лет назад. Сначала мы обливались. Когда переехали в Благовещен, здесь уже попроще, здесь речечка. Поэтому пока лед не пойдет, мы купаемся на Зее. А когда уже лед, тогда мы уже переезжаем в купель в Белогорье. Самое сложное в погружениях в ледяную воду, говорит Жекелина Орлова, начать. Да и закалка, уверена, общественница придает ей не только здоровья, но и сил. Анастасия Петраш, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение.